Любителям истории родного края посвящается Передача сделана в Вятке в эфире Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин Я представляю гостя студии, который сегодня впервые у нас находится Это Сергей Шуклин Историк Он любит добавлять историк по образованию Краевед, краевед-исследователь Я бы даже сейчас сказал Анфилатовед Применяли к вам когда-нибудь такой термин? Сергей Иванович, анфилатовед Ну, говорят, что очень интересующийся Ну так принято просто На исторической науке Если интересуешься какой-то личностью Приставку Вед добавлять То бишь знать Так вот, Сергей Шуклин Город Слободской Ну и собственно тема нашей передачи Это как раз таки личность Сама Ксенофонта Алексеевича Анфилатова Ну сразу же скажу Как основателя первого общественного банка В нашем государстве В нашей стране О нем мы сегодня будем говорить Вы общеизвестны, очень активно В последние годы Занимаетесь увековечением памяти Ксенофонта Алексеевича И я сразу скажу Что речь идет об открытии музея полноценного Пытаемся Этой личности Скажите, пожалуйста, начну с вопроса Жители Слободского В их памяти Ксенофонт Алексеевич сейчас жив? Живет? Вот они действительно проникают С этим историческим духом Ксенофонт Алексеевич наш Он же со Слободской земли Посмотрите, как их высоко добился Первым начал торговать До установления дипломатических связей С Соединенными Штатами И так далее Как Слобожане сейчас Воспринимают эту личность? Прежде всего Хочется пожелать Всего самого хорошего Нашим землякам И сказать, что Слобожане помнят Ксенофонте Анфилатове Было уже проведено Четыре анфилатовских чтения Вы и организовывали И участвовали Организовывали и музей И библиотека И мы, это Краеведы Общества Уезд Четвертое чтение Мы вышли уже Хорошего уровня На Россию Очень хорошие доклады К сожалению Небольшой тираж Очень не издан Но можем сказать Что Слобожане Собрали деньги И сделали икону Дело в том Что в 1846 году Слобожане сделали икону В память о Ксенофонте Анфилатове Потому что они считали Что Спустя 26 лет После его ухода Да, уже из жизни В 1846 Да, да, да А ушел на жизнь В 1820 Да Вот И они считали Что Святой Ксенофонт Константинопольский Надоумил Ксенофонта Анфилатова Чтобы он открыл Вот этот хороший Банк Для борьбы с бедностью В его родном городе Собственно говоря Анфилатов Это очень Интересная личность И она Могла бы И должна стать Символом нашей земли Он много сделал Для Не только Слободского Он сделал Для Русского купечества Что мы можем О нем сказать Его биограф Герман Замятин Который Сделал Биографию Ксенофонта Анфилатова К юбилею Столетнему банку Он написал На редкость Симпатичная личность На редкость Симпатичная личность И это было В 1910 году Более 100 лет назад И этим ограничивается Больше биографии не было Больше его биографии не было Были отдельные статьи Затрагивающие Различные темы Но к сожалению Очень мало материалов Потому что Удивительно Но наиболее интересные Материалы Мы получаем из США Из США Но мы сегодня Обо всем подробно поговорим И разберемся Почему именно США Чтобы слушатели Понимали И так сосредоточились На той исторической эпохе О которой мы сегодня Будем говорить Годы жизни Ксенофонта Алексеевича Родился он в 1761 году 257 лет назад Получается Ушел в жизни В 1820 Так что плавно Переноситесь Как раз таки В эпоху рубежа Конца 18 И начала 19 Веков И так Расскажите о той деятельности Которую вы ведете В последние годы По Увековичью непамять Ну я должен Все равно сказать Это Много Что Да очень много То что мы Могли сделать Это благодаря Поддержке Со стороны Никиты Юрьевича Белых Я Обязательно Расскажу Про По нашей теме Но отметить Хотелось бы В 2009 Году Когда еще Никиту Юрьевича Назначили Он приехал в Слободской И я просто Делал экскурсию И он Заинтересовался Этой личностью И спросил Что о нем Издано Ну вот Издано Издание Можно ли почитать Да Можно ли почитать Словам он не верил Да Он говорит Хотя к историческому источнику Я говорю Ну вот есть очень Антикварная книга Он говорит Почитать можно Конечно Он говорит Верну Я и не сомневался Он говорит Очень понравилось Что он умные вопросы И по истории И по экономике Например Ну например О том что А ведь Слободской Был не первый Общественный банк А вы ему Видимо принялись Доказывать Что все таки первый Зачем Я это собственно Говорю Как и исторически Есть Исторически В принципе Считается Вологда Дело в том Что Но Вологодск И в России Считали первый Слободской Почему Дело в том Что Вологда В конце 19 века Собрала 1787 год Они собрали Всего 2000 рублей И не написали Устава И тогда Исполнительная власть Эти деньги Очень быстро Это так сказать Приходовало Более того Путешественник Который путешествовал По Вологде Город Вологды Он вообще О том Что в Вологде Есть банк В 1797 году Он даже не знал Он описывает все Но о том Что там есть банк Он ничего не знает Ну какой-то был Незаметный Неприметный Да Вот И А Ксенофонд Анфилатов Сделал Первый Общественный Банк С уставом Который Вошел В первый Свод законов Российской империи И был рекомендован Для других городов Этот устав Пережил Несколько Переизданий И Собственно говоря Вот Это действительно Заслуга То что Многие В сотнях Российских городов Появились вот эти Такие банки Для борьбы С бедностью И сразу напоминаю Дату 1810 Да 1810 год Конец самый Конец 1809 31 декабря С 9 на 10 С 9 на 10 Хорошо Так Возвращаясь К экс-губернатору Взял Почитал Взял Почитал Что дальше было Значит Ну Нас интересно Мы делали выставку Которая так и называлась Национальный проект От купца Потому что Это действительно Стало национальным проектом Выставку Мы сделали Музей Общественность Как бы Это все Что могли Мы это собрали И выставка Получилась Неплохая И на ее открытие Приехал Где она проходила Она проходила У нас Значит В Кровеческом музее По водскому Да На ее открытие Приехал Никита Юрьевич И банкер Гусельников Значит Ну у нас Ну Чтобы просто Похвастаться По На интермузее За 2013 год Выставка Национальный проект От купца Которая Шла всего Три месяца Была признана Победителем Так расскажите Неподробнее Чтобы было понятно Ну это О чем идет речь Что же Интер Это Это выставка Женарная видимо Да Да Ну мы рассказывали О результатах И о том Что мы сделали То есть показывали И дело в том Что Ну Там были Собраны Экспонаты Там Мы сделали Как выглядел Так сказать Это Ну как В банке Атмосферу банка Да Да Интерьер банковский Хотя конечно Это так сказать Очень сложно было сделать Потому что это все таки Церковное здание Но мы старались И это Что-то у нас получилось И вот Никита Юрьевич Сказал следующее Сейчас прям Берете Вот Публикацию И читаете Вот здание Смотрю Губернатор Уверен Что необходимо Сделать им Аксенофонда Анфилатова Почитаемого А всей России Даже так Значит Губернатор Белых В Слободском Принял участие В торжественном Библиотеке Посвящен 250-летию Со дня рождения Аксенофонда Алексеевича Анфилатова Основателя первого В России Городского Общественного банка В здании Где размещался Слободской Общественный банк Сейчас расположены ЗАГС И детская библиотека Библиотека уже выехал Сейчас там Ветеринарная станция Это в здании Старейшего Российского Негосударственного банка У нас Ветеринарная станция В здании Сколько лет точно? Больше 200 Если Ему Ну 1800 Это точно 1800 Ну по крайней мере Так он значит Самый То есть В этом здании Тогда Оно связано С именем Чайковских Потому что Петр Федор Чайковский Был Городничим Городу Слободского Связано С Алтыковым Щедрин С Ищедрином Который приезжал К нам И работал Когда приезжал Именно в этом здании Потому что В этом здании Было все Кроме казначейства Такой Центр притяжения Да Это было Городской центр Да То есть Там была И управа И библиотека И дума И Да все Вот И значит Ну тут сказано Что Так Инициатива Идея прозвучала Идея прозвучала Почитаемым Анфилатовством Да Во всем Государстве Когда я приезжал К Никите Юрьевича Он говорит Что будете делать Он говорит Музей хотим Хотя бы Четыреком То есть вы озвучили Мы хотим музей Да Он говорит Что денег не просите Я говорю А что типа Можно Он говорит Да все просят Я говорю А что нужно делать Он говорит В грантовых конструк Просто принимать участие Мы приняли участие В каком У нас было Значит Областное По Значит Ну там значит По грантам условия Не по музее Там можно было На издательскую продукцию И вот мы На этот грант Переиздали Вот эту Замечательную книгу Вот 1910 Да Это фоксимильное издание Так сказать С добавлениями То есть это Хотя бы что-то Потому что Понимаете Их В природе Старых изданий Остались единицы То есть Надо понимать Да Даже в библиотеке Конгресса США Профессор Холм Сказал Этой книги нету А это Крупнейшая библиотека В мира И переиздана Была каким тиражем? Она очень небольшим 600 Где-то 600 Ну где-то так же Столько Насколько Хватило суммы Этого Ну где-то так Выигранного Вот Значит Ну мы ездили Это кстати Ну это действительно Много Потому что Это Кроме того Были выиграны Командировки В Архангельске В Санкт-Петербург По этому же Грамму То есть Чтобы можно было Ознакомиться с материалом Города где работал Непосредственно Да Вот Губернатор Принял участие В открытии выставки Презентации Обращаясь к присутствующим Белых сказал Ксенофонд Анфилатов Уникальный человек Который не только Первым в России Наладил торговлю в США Но и по всем Правилам и регламентам Открыл в Слободском Первый общественный банк Про Анфилатова Можно сказать Что этому человеку Было очень близко Современное Понятие Социальной ответственности По его собственным словам Ксенофонд Алексеевич Анфилатов Очень хотел сделать Благо для города Слободского Который дал ему Образование Первые навыки торговли Принес славу И богатство Хорошо Чтобы Чтобы и ныне Предприниматели Банкиры Активные Известные люди Могли сказать Такие же слова Про свои родные места В Кировской области Должно быть ощущение Должно быть ощущение Что не только город И страна Должны сделать Что-то для тебя Но и ты Достигнув Каких-то высот Мог помочь Своему региону И своей стране Это сейчас Особенно важно Сказал он Ну это и тогда И действительно И сейчас В настоящем Времени Вот И в этом году И в будущем Надеюсь Тоже будет Потому что Взаимопомощь Вот это Основной принцип Общественных Или банков Для Вот таких банков О нем Это так сказать Его Друг Я думаю И присутствующий Банкир Григорий Гусельников Выразил интерес И сказал Что в принципе Он поможет Если будут создавать Но это было сказано Так невозначай Или Специально Застряно внимание Это было Опубликовано Так сказать Это Даже Никита Юрьевич Это написал А помощь Тогда Не конкретизировалась Что за помощь Нет Вопрос Значит Возникал А где Дело в том Что здание Было на балансе Города И его надо было Ремонтировать Хотя бы крышу Для того Чтобы отремонтировать Нужно было Вкладываться А у города Денег не было Вы подсчитывали Примерно Сколько Там подсчитывало Его передали В управление Значит Имуществом И его Сделали ремонт Ремонт Закончился Где-то В середине Конце 2015 Года То есть Значит Это вот Сделали И потом Значит Возникает На какие деньги Был сделан ремонт Областной Областной Область помогла Да Область Фактически делала Потому что Это управление имуществом Более того Там хотели Именно Помочь Сделать музей Я могу Процитировать Там Есть У меня Процитировать Кого Тоже Кого Из руководителей Да Пожалуйста Музей Это От 12 октября 2015 Года Музей Банковского Дела В Слободском Все же Появится Пока Концепция Проекта Еще Разрабатывается После этого Область Приступит К поиску Инвестора Который Реализует Идею Об этом Сообщил Роман Береснев Министр Юстиции Роман Береснев Об этом сообщал Потому что Там ЗАГС Да ЗАГС находился На тот момент ЗАГС у нас В ведении Минюста Да И он Собственно говоря Музей должен Раскрыть феномен Значит Нашего купечества Который был Известен По всей России Это уже Наш известный Значит Историк Ифил Сергеевич Судовиков Ныне Руководитель Областного Ковеческого музея Вот Тут можно много Рассказывать Но интересно Другое Центробанк Я рассказываю Только то Что знаю Приезжали И у них Была концепция Это есть Публикация О том Чтобы создать По России Опорные Пункты По пропаганде Финансовой грамотности И Слободской Для этого Очень неплохо Этому Да Уделяется В последнее время Много внимания И денег Выделялось И так сказать Это И вот Никита Юрьевич Похоже Так сказать Агитировал Зацепился За эту тему По крайней мере Они приехали Вот Они приехали Рассказывали Мы показывали Это было уже В каком году? Вот Значит 15 Да 15 И конец Значит Более того Вы знаете Повядки Они вовсе Дискутировали На нашей площади Перед Значит Банком О процентных Ставках У этого Банки Сколько брать По-человечески Сколько Не по-человечески Чего? Да Стать Очень интересно Потому что Как раз 6-8 Процентов Там Лебедев Сказал Ну если Это Озвучить То Кому-то Прилетит По шапке Что-то Такое А вы Прямо Слышали Эти разговоры Я рядом Стоял Я Типа С книгой Стоял И там Например Что-то Это Свою роду Тоже Кскурсалон Нет Я Молчал Но если Какие-то Вопросы По Теме Я Там Если Требовалось Что-то Уточнить Да Никита Юрьевич Спросил Когда Корабль Мне действительно Нравилось Отношение Никита Юрьевич К нашей истории И Побольше Был Таких Энтузиастов Но самое главное Что он Углядел То что Вот Можно Так сказать Да Можно Чем Вятский край Кировская область Ну вот Что у нас Есть Север Не черноземье Зима По полгода Полезное Ископаемое Золото Нефть Алмазы Ищут С этим Туго Нашли Только Глину Песок Торф И Низкосортную Древсину То есть Все задатки Депрессивного региона Которой он сейчас И является Но Депрессивным Наверное Наш регион Не называли 100 лет назад Более того 200 лет назад Более того Вы не поверите Но Он был Один из Центров Ремесленничества Каждый Десятый Более чем Десятый Ремесленник России Был Вятский 10-28 За счет чего А родина Капокорня Тут же вспоминается А откуда Откуда Макаров Мог сделать Если бы не было Доступного кредита Они бы с голоду Померли Именно доступный кредит Который вслед за Анфилатовым Появился во всех Уездах Вятской губернии Но принято считать Что не во всех Но в крупнейших Точно Во всех Во всех Во всех Но самое интересное Что даже в деревнях Появилось подобное Так сказать И Вот например Федора Веретенникова Банк У меня есть Эта цитата Но она довольно таки Так сказать Распространенная И очень хорошая Потому что Основали общественные банки Чем они вообще отличались Вот у нас все банки Сейчас коммерческие Правильно Коммерческий банк Это основное Это получение прибыли Желательность Верхприбыли Потому что Это акционер На это нужно Так сказать Это акционеры А Общественные банки Они Немножко другие И вот когда мы говорим О том Анфилатов Это монтепай То есть горы благочестия Которые были Организованы Монахами Для борьбы С ростовщиками Вы знаете Что ростовщик Это не очень Самое хорошее Так сказать Их считали грешниками Ну а И сейчас Слово Ростовщик Является Скорее Больше Ругательным Каким-то В негативном А его нет Сейчас В быту В русском языке Оно есть А в законодательстве Его нет Более того Ростовщик То есть деньги в рост Дающие Дело в том Что Вот Цитата Из учебника Для экономических вузов Чем же тогда Ростовщик Отличается от банка Авторы учебника По банковскому делу Под редакцией ОК Лаврушина Считают Что Цитирую Ростовщик Перестает быть Ростовщиком Как только Кредитные операции Выполненные им В совокупности Превращаются В систему Это значит Мне сейчас сложно Сходу переварить Я сейчас Не понимаю Чем это Отличается от финансовых Кредитных учреждений Самое интересное Что Вообще По ростовщикам Сейчас Этой дискуссии Нет Раньше Ростовщик Это Мягко говоря Не самая уважаемая Профессия Была Более того Офицерам Например Запрещалось Жениться Если Дочь была Дочь Ростовщика Более того Ну Вот В Брагауза и Фрона Сразу ясно Кто такой ростовщик Все почитайте А когда мы читаем Современную энциклопедию Википедию Это что-то с чем-то Это Просто Почитайте Хорошо И самое интересное Что в примере Как ростовщиков Они приводят Православные монастыри Единственный пример Причем Следующим пунктом Идет Что В трех Из четырех Религий Это считается Смертельным грехом Логика Это что Монахи так грешили Или что-то такое Или Как-то Немножко Так сойдет Сейчас затрагиваем Видимо Очень такую Щекотливую тему Которая Не является Основной В нашем сегодняшнем Пороставании Я хочу все-таки Знать Не хочется Конечно Говорить Чем дело Кончилось Но Я так понимаю Что Секс-губернатором Все движения В этом отношении Только и связаны Последние Пару лет Некая стагнация У вас Ну я Немножко дальше Могу Давайте Давайте У нас есть Пара Тройка минут До перерыва Дело в том Что Центробанк Попросил Сделать Смету И Экспозиционку Я надеюсь Что я никого Не подведу Потому что Это Дело Отправлено В архив Но сумма Которая Была Значит Озвучена Составляла 27 миллионов Это на ваш взгляд Много? Мало? Это я считаю Много Потому что Я Еще раз На что? Ну на все здание Чтобы его сделать Так Но я считал Что можно и меньше 27 миллионов На то Чтобы Сделать полноценный музей Со всеми Современный Это только ремонт Или экспонат Ну как бы Это Там Смета Но меня Это Другое Удивило Всядку Которая 27 миллионов Вот Меня Я из-за этого Только так сказать Это озвучиваю Потому что Не хотелось бы Чтобы Из-за хорошего Так сказать Дела Хороший человек Пострадал Может быть Это конечно Версия неправильная Но Цифры совпадают Даты совпадают Очень обидно Было бы Если бы Потому что Система Общественных банков Это действительно Была Палочкой Выручалочка Для нашей Области Но мы чуть позже Выкоснемся Обязательно Итак В последнее время Вы никоим образом Не выходите На руководство Удовства Нет Или выходите Нынешний губернатор Игорь Владимирович Вы приглашали его Проводили Для него экскурсии Нет Дело в том Что У меня Очень хорошая информация Пришла Из США Из Санкт-Петербурга Я просто Архивы Сейчас Это так сказать Но Мы делаем Грант Президентский О том Чтобы Значит Все-таки Сделать Сделать музей Там Хотя бы на тех площадях Которые еще есть Чтобы можно было Это так сказать Показывать Рассказывать А там может Кто его знает Вы сейчас имеете Полную возможность Обратиться Непосредственно К руководителям Различного уровня И озвучить В чем же Нужна вам Конкретная помощь Ну нам Прежде всего Хочется обратиться К предпринимателям К историкам Просто Вот конкретно Расскажите Что вам нужно На данном этапе Содействие Денег Говорите Денег Сколько Столько Гарантийные письма Для того Чтобы Им это интересно И они готовы Например Что-то Профинансировать Суммы Любые Какие Удобно Потому что Есть очень Интересные Задумки По той Смите 27 миллионов Да нет Конечно Гораздо Меньше Потому что В принципе Сметы Были разные То есть Это было По максимуму Насколько Я понимаю Потому что Не я делал Я просто Случайно Видел И цифра Отложилась И просто Когда я увидел Эту сумму Я так Ну вы были Ошарашены Да Вот И что Мы можем Сказать Есть очень Хорошая У нас Толковые Бизнесмены Толковые Значит Представители Банков Действительно Есть Действительно Есть Которые Интересуются Историей Вот По крайней мере Вот Норвиг Банк Самое Интересное Нет 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 Я просто Хочу Маленькую Это Дело В том Что Анфилатов Анфилатов Со Своим Родственником Поповым В 1808 Году По Просьбе Русского Правительства Помогли Преодолеть Голод В Норвегии И это Потом Ему Очень Здорово Прилетело Но Это Отдельная История Отдельная История Вот А значит Очень Интересно Хотелось Бы Сотрудничать С Хлынов Банком Вообще Это Даже Название Исторического Хлынов Хорошо Мы сейчас Сделаем Небольшую Хорошо Мы сейчас Сделаем Небольшую Паузу Я напоминаю Что мы Беседуем С Сергеем Шуклиным Историком Краеведом Который Специализируется На жизни Ксенофонда Алексеевича Анфилатова Об этом Легендарном Деятеле Предпринимателе Как бы сейчас Выразились Мы Подробнее Поговорим После небольшой Паузы Продолжается Программа Сделанной Вятки Ксенофонда Алексеевич Анфилатов У нас сегодня Главный Герой Если можно Так выразиться Сергей Шуклин Историк Краевед В гостях У нас Остается Буквально Десять С небольшим Мином Для того Чтобы обозначить Основные Иехи Жизни И деятельности Ксенофонда Алексеевича Еще раз Напоминаю Первого Общественного Банка В Российской Империи Первого Банка В городе Слабоцком Первый Кто наладил Экономические Связи Торговые Связи Соединенными Штатами Кроме того Он торговал Со многими Европейскими Странами Его корабли Отправлялись В Лондон Амстердам И так далее Вот давайте Сейчас основные Моменты Для того Чтобы наши Слушатели Действительно Поняли То что Это личность Масштаб Который Еще Может быть Недооценен В полной Мере Современниками Я имею ввиду Полностью Согласен Что он Действительно Недооценен Я кратко Очень расскажу О том Что у нас Обычно Еще Просто Ксенофон Танфилатов На чем он Сделал деньги Прежде всего Он из крестьян Которые Занимались Извозом Это удивительная Конечно Государственных Крестьян Да А у нас Не было Крепостных Фактически На нашей территории Вот Они занимались Извозом Это Дорога На Сибирь Торговали Меха Водка Различные Припасы Зерно Рогожи Пенька Да Но в Сибирь В основном Все таки Шло Жизненные Припасы И водка Будем так Оттуда Меха Достаточно Сказать Что например Первоначально У местного Населения Заметный Котел Можно было Набить Этот котел Шкурами Чернобурки А шкура Чернобурки Тогда Стоила Здесь Например Как лошадь А если Не очень Козистая Лошадь То и Несколько Хорошо Дальше Он занимался Торговлей В Сибирь И По обету Они построили В Шостаково Великолепный Храм Шостаково Это родина Это родина Семьян Филатов Вообще Тут Можно Долго Рассказывать Но Я просто Основные Вихи У нас Вопрос Возникает На чем Он все таки Это меха Это водка И еще Он Создал Очень Интересную Схему Для торговли На Архангельск И его приказчики К нему Очень уважительно Относились Есть письма Более того Один Приказчик Его Для того Чтобы Вызволить Из некоторых Неприятностей Он написал На графа Министра коммерции Крестьяне Ну По Слободскому Можно сказать Он Плотно Сотрудничал С Чайковскими Городской голова Значит Тут Ну тут Целый рассказ Надо Потому что Это конечно Не момент Увы Времени Нет А основное Значит Почему же Все таки Он решил Отправить Корабли В США Сейчас Тем более Появилась Информация Да Вы уже Упоминали Неоднократно Про наш разговор Дело в том Что Архив Соединенных Штатов Как источник Тоже Дело в том Что Значит В вопросах Истории За номер 6 Номер 6 За 2014 Год Появилась Статья Ишутина Это сотрудник РАН О том Что Анфилатов Может быть И не первый Под сомнение Экспедиции 1806-1807 Года Был Анфилатов Дело в том Что Просто эту экспедицию Стараются Похоже Не вспоминать Знаете Есть такое выражение Скелет в шкафу Слушайте Даже по-моему Если википедию Почитать Нету Это ее Нету Более того Более того Так вот В российско-американских Отношениях Похоже Есть не только Скелет А 218-тонная Бригантина С экипажем 20 человек Потому что Это бригантина Святой Михаил Считается Что он пришел В Боснон В 806-м году Но В американских Источниках А это переписка Первого консула Левита Гарриса С госсекретарем Есть упоминание О том Что Значит Я просто Не буду Ну ничего Сейчас не обязательно Привайся Конкретно Пишет Что Значит Снова Готовит Три корабля Для отправки В США Один архангельский Купец То есть Снова Когда же Это и произошло И следующая фраза Значит Император Благодарит Президента США Значит За Понимание В деле Святого Михаила Что же За дело Такого Произошло И тут Мы сталкиваемся С пиратами И американцами На полном серьезе Значит Для того Чтобы Их обижали Американцев Тогда Молодую республику Тогда Все кому не лень Ну извините Это так было За 1806-й В общем В начале 19-го века Их захватывали Англичане Французы Датчане Те же пираты Пиратам Они даже Дань платили В какой-то мере И очень много Тогда как Берберийские пираты Увеличили дань Американцы Отплавили туда В флот Эскадру Ну в общем И вот Значит Произошло Инцидент С фрегатом Филадельфия Который Эти пираты Захватили И Вмешалось Русское правительство И началась Переписка Между Томом Джефферсоном И Александром Первым И вот Святой Михаил Та же часть Этой эскадры Захватывает Русское судно Святой Михаил Я могу подробно Это рассказывать Потому что Это откуда Еще раз напомнится Это материалы Музея военно-морского флота США США Да Очень интересные материалы Кстати В общем А как они вообще Доступны Мы связались По запросам Да Когда им Ставишь Хороший вопрос Они Отвечают Это сотрудничество Оно бесплатное? Да Они просто Файлы переслали Вот мы сейчас Так сказать В общем Никогда бы не подумал Что В архив Зарубежного государства Можно отправить Запросы Это книги Это документы Документы Ничего не надо Закрыть Да И самое интересное Что значит Что произошло Значит Эскадра захватила Русское судно Под флагом В бумагах Значится Что Греческое Ой Хотя под русским флагом И прям там Все греческой наружности Весь экипаж И говорит На чистом греческом Экипаж греки Но Капитан Который в бумагах Значится Рига Говорит что он русский Более того По закону 1797 года Для того чтобы был Русский флаг Нужно было чтобы И капитан И владелец Были русскими Тогда можно было Так сказать И вот тут Возникает вопрос А кому принадлежало Это судно И что произошло Дальше В общем Преследовали его Знаменитые Американские Фрегаты Это Значит Констеллейшн То есть Созвездие Это музей Военно-морского Флота США В Балтиморе Он и есть И Знаменитая Конституция Музей Военно-морского Флота США В Бостоне То есть Мы можем Показать Какие корабли Преследовали Русское судно Ну и еще Арус Капитан Исаак Хал В общем Они задержали На что Капитан Заявил Что он русский И что Они оскорбляют Русский флаг Что же произошло Американцы Заметили судно Которое шло В 5-7 милях От Триполи И задержали его Как это Капитан Русского судна Оскорбился А флаг то какой был Русский Вот В общем Как говорится Тут началась Мощнейшая Дипломатическая Переписка Русские Значит Войти В отношение С командующим То есть Кадра И отключите От тех Непозволительного Геройства Которое Они проявили В общем В отношение Они вошли И Появилась Объяснительная Командующего Этой эскадры Что же произошло Самойля Баррона Она есть Значит С пунктами Под пунктами И прочее В общем Сергей Иванович Минута Чтобы закончить Эту историю Дело в том Что Мы Самое главное Мы Не рассказали Об общественных Банках Потому что История Это Деньги Выплатили И пригласили В США Давайте Мы договоримся Что мы Встретимся Еще Обязательно Историю Создания Общественного Банка Первого Общественного В Слободском Мы обязательно Осветим Отдельно Расскажем Уставный Капитал Устав Под какой Процент Принцип Значения И только подумайте Уважаемые Слушатели Открытие Этого Банка В Слободском Оно реально По всем Статистическим Показателям Не то чтобы Вдохнуло В жизнь Это был Настоящий Бум Развития Ремесленничества Купечества И так далее И тому подобное 75% Населения Города Слободского На 1848 Год Были Ремесленники Купцы И насколько я помню Количество Этого Контингента Если сравнивать Его со всей Вятской Губернией Каждый пятый Каждый пятый Проживал В Слободском При том что Губерния Была намного Больше И по территории И по населению В сравнении С существующим Регионам Полностью Согласен Потому что Дело в том что И на Слободской Смотрели другие Некоторые Вот например Федор Банк Веретенников Они добивались Чтобы открыть Банк 14 лет А другие Вот например Веретенников В Вятке Кордаков В Котельниче Вот Жертвователи Были Так сказать Это Небольшие суммы 25 тысяч Хватало Потому что Устав был Разработан Очень интересно Но это Отдельная история Отдельная история И самое главное Сергей Прошу прощения Я хочу еще раз Чтобы мы в конце Нашей беседы Сегодняшней Увы Время поджимает Еще раз Обратились К заинтересованным Людям Для тех Кто Хочет осознать Что представляет С собой Личность Ксенофонта Анфилатова Все таки Не остались Равнодушными И Поучаствовали В судьбе Музея Пока еще Не существующего У вас есть Такая возможность Обратиться Спасибо Спасибо за эту Возможность Потому что Действительно Мне хочется Подтвердить Что Анфилатов Это действительно Знаковая фигура Для не только Вятского Но и русского Купечества И Его Заслуга Да Можно так сказать Заслуга Что он показал Что Купец Предприниматель Это Не ростовщик Это Не выжига Это Это Хороший Нормальный Человек Который Любит Свою Свою Родину Малую Большую Анфилатов Я знаю Всегда подчеркивал На самом высоком уровне Подчеркивал Что он из Слободского Он слобожанин Я там Я местный И даже Объяснил Что банк Он По Чувству Привязанности К этому К родине Даже небольшой Суммы Оказалось Достаточно Для того Чтобы Слободской Получил Второе Рождение И мне кажется Что нужно Вспоминать Те хорошие Моменты То что У нас было Потому что Плохого У нас и так Достаточно А вот Способы Борьбы С плохим Это Много Стоит И кстати Ксенофонд Анфилатов Был представлен К награде Это Кабинет Министров Был И решет Но эту награду Он так и не получил Мы обязательно Еще встретимся Я напоминаю Нашим слушателям О том Что историческая Программа Сделанная В пятке Выходит у нас По пятницам В 13.00 Периодичность Две недели И соответственно Сергей Иванович Через две недели Я снова приглашаю Вас к нам И мы подробно Обязательно Поговорим О том Детище Об одном Из самых известных Детище Синафон Анфилатова Я имею в виду Общественный банк Спасибо До свидания Спасибо До свидания